Добрый день, дорогие коллеги! Вы находитесь на интерстриме Инвесторов Ютрейд ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев и я начинаю эфир передачи, которая называется Юрий Свящев. Фрактально-волновой анализ. И наш коллега из города Харькова уже с нами. Юрий, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь Николаевич! Всех приветствую! Как ваши волны себя чувствуют? Бегают ли они? Не разгладились ли они под влиянием биткоина, потому что он все подавляет в последнее время? Да нет. Сейчас по большинству инструментов, которые я рассматриваю, формируется коррекционное движение, потому что новой их надо было смотреть. Давайте посмотрим на графику. Давайте посмотрим, друзья. Пока все деньги не ушли на биткоин, пока другие инструменты еще бегают, давайте поторгуем и на них. Так. Видно, Игорь Николаевич, да? Да, видно, хорошо. Ну, из всех инструментов, на которые я рассматриваю, обратить внимание, можно сегодня, пожалуй, на один, но максимум два. Остальные совершают такое движение, по которым я бы не стал предъявить сделку. Ну, давайте посмотрим. Доллар-франк. Доллар-франк, как видим, совершает такое вот импульсное движение. Ну, это коррекционное движение к предыдущему движению на А4Д1. Сейчас открывать какие-то сделки, в общем-то, большого смысла нет. Это может быть движение как и вверх, так и вниз. Поэтому я просто считаю, что нет смысла сейчас какие-то сделки открывать по этому инструменту. В целом, мы видим, что движение идет между средниками, от одной средней до другой. Для того, чтобы продавать, надо все-таки опуститься где-то ниже, во-первых, а во-вторых, может делать коррекцию какую-то красивую. Это если искать точно третью волну. А сейчас просто идет вот какое-то движение, формируется просто какая-то первая волна для похода вниз, либо это часть коррекции для похода вверх. Поэтому пока просто ничего с этим инструментом не делаем. Доллар-каналец. Ну, доллар-каналец, здесь ситуация несколько отличается. Доллар-франк. Если доллар-франк сделал первую волну какую-то, то здесь, как видим, есть первая волна вверх. Не исключено на H4. Не исключено, что сейчас формируется коррекционное движение. Это горизонтальная коррекция, после чего мы можем пойти вверх. Но такое движение уже не раз предпринималось. Поэтому покупать сейчас еще рано. Надо выйти вот в эту область где-то. И коррекция, на мой взгляд, еще не завершена. Либо искать точку входа на продажу, то есть по трендам. До этого цена должна опуститься где-то вниз. Если посмотреть на более мелком H1, например, ну, если цена опустится вниз, то тогда искать точку входа на продажу. Но опять же, рынок по всем инструментам примерно находится в той же ситуации, в одинаковой ситуации. Поэтому надо ждать, чтобы явного движения, либо на разворот по доллару к нации, либо продолжение вниз. Пока ничего не делаем. Доллар-ген. Это, пожалуй, единственный инструмент, по которому я бы открывал сделку, но где-то час назад. Здесь вот тоже мы видим коррекционное движение идет к предыдущему движению на H4, D1. Но здесь, в отличие от других инструментов, все-таки движение, цена вот дошла до середины, расстояния между средними. И сейчас напрашивается движение вниз. И если бы я открывал сделку, то сделку я бы, это график H1, я бы сделку открывал где-то вот в этой дуночке. Какая-то цена, поскольку это видно, что мы пойдем дальше. То есть, если бы час назад открыл сделку, я бы ее держал. А сейчас нужно дождаться, это график H1, дождаться похода вверх, а вот завершение похода вниз и дальше продавать. Ну, исключено, что можно и сейчас. Движение вниз, это может еще, давайте играть H1, цена может опуститься вниз еще порядка на 80 пунктов от текущей цены. Но я бы все-таки подождал коррекцию, завершение коррекции, все-таки если выше пошла, то было бы больше вероятных. Ну и сейчас, видите, прямо сейчас можно продавать, не исключено, что мы сейчас резко пойдем вниз. Но, подчеркиваю, это, пожалуй, единственный инструмент, по которому я бы открывал сделку. Сегодня. Ждем, ждем либо окончания коррекции, либо прямо сейчас продаем, ставим стоп-лосс, потому что цена может еще подняться вверх, а при только потом не спойди. Доллар рубль. Доллар рубль – это тот инструмент, по которому я, если бы открывал сделку, то я бы просто их не открывал. Потому что движение довольно сложное, с глубокими откатами, какое-то флотообразное, рассчитывать на какой-то большой плюс я бы не стал. Ну, понятно, что движение вверх, то есть основная сделка на бай в любом случае сейчас. Ну, я, так сказать, не стал бы сейчас открывать каких-то сделок. Продавать сейчас нельзя, это движение против тренда на H1, H4. Но для похода вверх надо, соответственно, найти соответствующую точку входа. Если можно посмотреть, это Форекс, можно на Форексе посмотреть на срочном рынке. Ну, здесь такая же ситуация, то есть я хочу предпочитаю сначала смотреть на Форексе. То есть мы можем опуститься вниз и потом пойти вверх. То есть я, в принципе, если бы открывал сделку, то точно не по доллару рубль. Движение довольно сложное. Фонд доллар. Фонд доллар находится сейчас в коррекционном движении. То есть мы видим переплетение средних. То есть это движение, давайте графика H4 посмотрим. То есть это движение идет против средних. То есть это формируется либо горизонтальная коррекция, либо что-то, какая-то еще, какое-то движение. То есть сейчас мы в рамках коррекции находимся. Ну, торговлю в этих условиях, я не торгую. Я постараюсь избегать таких кучек куда-то. Мы можем сейчас купить, а цена дойдет до уровня 1,37-1,80. И резко может пойти вниз. То есть это сейчас я буду торговывать инструментом, пока ситуация более прояснится. Ну, вот это движение, которое сейчас, вот я нарисую, если будет вот такая ситуация, и коррекция закончится где-то вот в этой области, то отсюда можно поискать точку на продажу. Но это движение не будет сильно, поскольку это все-таки графика коррекции. Но все равно, скажем, пунктом там, видите, порядка 100 пунктов можно заработать, когда мы войдем в точку входа на продажу. Ну, и сейчас точно. То есть ждем, ждем. Евро-доллар. Евро-доллар также формирует, как вот доллар-франк, ну, только по аналогии с доллар-франком, идет вверх первая волна. Предыдущий фрактал, обозначенный желтыми линиями, завершен. Я жду формирования нового фрактала. Ну, сейчас какая-то формируется первая волна. Когда она завершится, пока не видно. То есть мы можем сейчас пойти, конечно, вверх, потом отскочить. Но не исключено, что вот это движение, которое было, скажем, я вот это нарисую, вот такое, например, движение или такое. Сейчас будет формироваться коррекция. Но эта коррекция непонятная. Либо коррекция вот к этой волне, либо коррекция ко всему предыдущему движению. Но тогда долго еще будет евро-доллар находиться в рамках такого коррекционного движения в афлете. Поэтому я этот инструмент пока не рассматриваю. Жду, как и доллар-франк. Жду, что дальше он покажет. Новозеландский доллар. Новозеландский доллар тоже, как видим, находится в жутком флете. Если рассматривать вот эту волну, это график H1 как первую. Соответственно, сейчас формируется вторая. И пойдем дальше вверх. Ну, вверх может цена пройти порядка 50 пунктов. Но, опять же, это движение придет в средних, в рамках коррекции. Поэтому я бы просто ничего не делал. Если цена, скажем, дойдет до этого уровня, это где-то 70-90, тогда я бы искал точку где-то на продажу. А сейчас это движение пока в рамках от одной средней до другой. То есть это никакого тренда мы сейчас не видим. Ну, с австралийским долларом такая же ситуация. Поэтому ждем пока что-то более, ситуация прояснится. Фунт иена. Фунт иена, движение, которое я ожидал, оно состоялось. И я сейчас по фунт иене ожидаю дальнейшего движения вверх. Но для того, чтобы покупать, необходимо, чтобы цена вышла на уровне, скажем, 150-150. И только отсюда можно искать точку на покупку. Продавать сейчас точно нельзя. Тренд на 4.1 по-прежнему направлен вверх. Довольно стремительное движение. Поэтому рассчитывать на какие-то продажи не стоит. Ну, ждем точку входа на покупку. Если пойдет вниз, тогда уже, соответственно, будем принимать решение, столь ли продавать или нет. Но сейчас пока ищем, опять же, точку входа, это график H1. Цена, если выйдет в эту область, то здесь ищем точку входа на покупку. Вот это движение, тройка А, Б, С, я рассматриваю как коррекцию. Потом вверх может быть продолжение движения. Это может быть типа пятой волны или что-то в одном роде. То есть, в принципе, на этот инструмент фунт иена стоит время от времени поглядывать. Возможно, найдем точку входа сделку. Ниф находится в протяженной горизонтальной коррекции. Я покажу сейчас график. Это нефть в ДУРТ-ТИА. Сейчас по бренду более понятно. Видите, вот здесь первая волна вниз. Сейчас идет выдержание средних какой-то. Выстрел может сильнее как вверх пойти, так и вниз. Поэтому сейчас не покупаем, не продаем, ждем, что будет дальше. То есть, если будет движение вверх, откат и покупаем, соответственно. Преимущество отдаем сделкам на покупку, поскольку тренд направлен на 4 до 1, как мы видим вверх. Золото. Золото – это, пожалуй, второй инструмент после иены, на который стоит обратить внимание. Движение вверх. Движение вверх завершено золото. Если посмотреть на график А4-Т1, мы видим, что вверх была А, В, С, то есть с точки зрения волнового анализа. Коррекционное движение завершено. И дальше, если и пойдет движение вниз, то это будет, скажем, тратная волна с точки зрения старшего конфликта. Но сейчас движение определилось. Средние все пробиты, которыми я пользуюсь. И, соответственно, ищем точку входа на продажу. Это основная точка входа. Но если для того, чтобы продавать, цена должна подняться, скажем, на уровень 17.40, и тогда можно продавать. Ну, ситуация такая неоднозначная. В этом смысле, я почему говорю, что это может быть вот это движение вверх, которое обозначено белым отрезком, белым отрезком, может оказаться и первой волной для похода вверх. То есть тогда будет формироваться какая-то протяженная коррекция уже в рамках вот этого движения. То есть это движение вниз, это часть коррекции. И тогда будет формироваться уже коррекционное горизонтальное движение. А сейчас пока имеет смысл именно рассматривать точку входа на продажу. Ну, опять же, ищем входа. Если цена сходит вверх, может пройти сейчас вверх, потом вниз. Итак, основная сделка, то есть ищем точку входа на продажу. Сейчас продавать нельзя. Поздновато. Так, таким образом на Форексе я, пожалуй, бы отметил только два инструмента. Это доллар и иена, которая может пройти вниз порядка 80 пунктов от текущей цены. То есть ждем точку входа на продажу и продаем. И золото. Пожалуй, это два инструмента, на которые имеет смысл сейчас. Из тех, которые я рассматриваю, я имею в виду. Которые имеет, на которые стоит обращать внимание. На сручном рынке интересного ничего нет. Вот, я покажу в другую руку. Как видим, по Газпрому продолжается вот такая очень протяженная горизонтальная коррекция. То есть все идет в рамках флета. Тренд направлен по-прежнему вверх на 4D1. Поэтому основная сделка, это сделка на покупку. Ждем похода вверх. Затя нам 15. Если цена выйдет в эту область, или какие-то другие признаки появятся, то, конечно, имеет смысл продавать, покупать. А продавать сейчас нет никаких признаков. Ни одного. Вот. Такая же ситуация по Сбербанку. Сбербанк также находится в каком-то коррекционном движении. Основное направление у нас на 4D1 это вверх. То есть ищем точки входа на покупку. Для того, чтобы продавать, надо выйти куда-то вниз, достаточно далеко, чтобы понять, что начало все-таки какой-то разворот, как минимум, на коррекцию. А сейчас ищем точку входа на покупку. В данный момент таких точек я не вижу. И индекс РТС. Индекс РТС также находится в рамках отмеченного прямогольника. То есть, скорее, какое-то фотообразное движение. Продавать я бы не стал. Искал бы точку входа. Так же, как по Газпрому Сбербанку. Искал бы точку входа на покупку. Ну, пока ничего не предпринимаем. И доллар-рубль я уже показал. То есть, по доллар-рубле так же я бы не стал ничего делать. Основное движение на коррекционную покупку. Это срочный рынок, я показал. Соответственно, нужно ждать похода вверх и только потом покупать. А сейчас может цена опуститься вниз. Пожалуй, у меня все, Игорь Николаевич. Спасибо большое, Юрий. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Юрий, я вот читаю комментарии, обсуждения. Джеймс Бонд пишет, вообще на рынке бардак. Евробаксы, золото, они хотят идти вниз. Единственное объяснение, недельные таймфреймы толкают цену вверх. Пока их не сломают или не отработают, они в свое время могут продолжаться. Но все равно путь Евробаксы и золото один из. Во-первых, вы согласны, что на рынке бардак? Ну, я бы не назвал, как право, бардак. Просто мы находимся в коррекционном движении. Хороших сделок нет ни на покупку, ни на продажу. То есть просто нужно это время выждать и увидеть, что дальше будет. А пока, действительно, я поддерживаю Джеймс Бонд, действительно, интересного ничего не было. Надо подождать. Я понял вас, ясненько. Я вот как сказал, доллар или нет, да. Ну, по-другому ленингу, можно так сказать, на продажу. Пазу по золоту и все. Но это короткие сделки, потому что, поскольку другие инструменты в афлете, соответственно, сильных движений, скорее всего, не будут совершать. Ну, понятно. Юрий, гриптовалюта Биткоинс 62,700 только что показала. Исторический хай. Вам не кажется, что все деньги ушли на бой? Ну, а как мы можем судить? По каким фактам? Все стоит, биток растет. Пускай себе растет. Пускай растет. Для тех, кто любит покупаться, соответственно, выиграют те, кто не любит покупаться. Поиграли. Я за зипкоином не свяжу. Я понял. Вас в своей сети он не заманил и никакая крипта не заманила пока, да? Нет. Я лучше обойду стомат. Есть другие инструменты, по которым можно дождаться сделок и открывать сделки. Я понял. Что больше всего в криптовалюте не устраивает? Вот какая основная претензия? Если взять одну. Вот я не касаюсь крипты, потому что... Неизвестное происхождение. Кто за этот инструмент отвечает? Кто ему задает тон? Кто рисует все это делать? Кто котировки дает? Куда все это идет? Непонятно. Не, ну, когда там было, я помню, я говорил про МММ. Ну, там было много, понятно было, на кого, как говорится, если что наехать. А здесь на кого? Ну, ходится наверх-вниз с такими большими шашками, что мало не горюй. Цена, стоимость такая очень большая. Это нужно иметь хорошее деньги, чтобы с биткоином сражаться. Ну, понятно. Ну, вот Алексей Латашев смеется. Вы провели параллель, значит, биткоина ему вроде. По вашей логике биткоин это страшнее, чем билеты МММ. Ну, конечно, страшнее. Там можно было, в конце концов, в последний момент, там можно было скинуть эти акции, билеты. А здесь, если что, в какой-то момент скажут, что все, больше не работает биткоин. Да, и сбрасывать же нечего. На руках же ничего нету вообще. Ничего нет, что вы будете сбрасывать? Да, да, да. Знаете, это как раньше, там, в 90-х годах акции Газпрома выдавали такие красивые. Да, сейчас же ничего нет. Записи, приезды на счетах, все, больше никакой информации. На кого жаловаться, на кого не жаловаться. Да, я вот тоже не понимаю. Действительно, сейчас вот просто, знаете, прекратить торговлю биткоином легко. Просто кнопочка Buy Sell перестанет нажиматься. И все. Ну, да, да, такое возможно полное. Я не исключаю. И все, и ничего же делать не надо больше. А вот теперь вчера нажималось, а сегодня нет. И все. И вот смотрите, как свели с ума людей. Весь мир торгует. Капитализация больше 2 триллионов. Ценник же. Все сегодня стоит 62-700 биткоин. Надо же, какая форма безумия. Это кто-то очень тонкий вообще захватил мир. Ну, кому-то повезет, кто-то заработает наверняка. Выпаду всем рассказываю. Ну, большинство, я думаю, пострадают все. То есть вы тоже, как я, сидите и ждете, когда биток рухтит в ноль. Нет, я этого не говорю. Я не хочу никому зла желать. Зачем? Многие же покупают в надежде, что он будет там стоить за удачную цифру. Я понял. Нет, я зла тоже не желаю, но биток вниз жду, потому что я не понимаю, что это такое, почему оно растет. Ну, да. Я понял вас. Ясненько, Юрий, как ваша торговля за прошедшую неделю? В плюсе, в минусе? Я в среду закрыл все сделки и на какое-то время прекращу открывать сделки. Я решил себе устроить отдых. Надо отдохнуть от торговли вообще, в принципе. Я просто не помню ни одной недели за последние несколько лет, чтобы я в течение недели не посмотрел на рынок. От этого... Я понял. Вы в завязку ушли на сколько? На неделю, на две? Как вообще? Сколько получится, как я выдержу? Ну, я хотел бы хотя бы месяц. Месяц, ага. Нет, ну, обзор буду делать на рынке, но я постараюсь не открывать. Я понял. Если получится. Ну, если получится, да. Ну, я не могу без этого. Ну, что вы знаете, как наркотик. Ну, естественно. Да, мы все одинаковые, поэтому это можете не объяснять. Я постараюсь какое-то время не торговать, а потом своими силами. Я вот позакрывал терминал, и все равно так и тянется. Рука открыта, смотри, что там делается. Ну, естественно, понятно. Вот это понятно. Поняли вас? Нет, ну, это просто чисто психологически. Чувствуете, что устали, да. Почему вот так поступили? Просто устали, хочется отдохнуть. Ну, я начал делать ошибки, понимаете. Когда начинаешь делать ошибки, и тем более на ровном месте. Главное, что я провел анализ предыдущих, просто сделал такой вывод, что надо просто отдохнуть. Вот один из счетов, на котором я делаю анализ, я на нескольких счетах, два-три было счета, сейчас два. Один из двух счетов, на котором я делаю анализ, не поверите, был открыт в 2009 году. То есть этому счету 12 лет. Вы можете это увидеть, сравним, там, два счета, которые отличаются очень сильно по номеру. Потому что этому счету 12 лет. Так вот, на этом счете у меня было три очень сильных просадки. Там, 70-80%. И главное, что они происходили, я очень хорошо помню, как это дело происходило и что было с этим связано. То есть это чисто человеческий фактор. В деталях они отличаются, эти ситуации, но общие их объединяют. То есть рано или поздно торговля очень изматывает. Особенно внутри дня, про скальпировку я просто молчу. Торговля изматывает, усталость появляется, какое-то время насыщение происходит. И ты начинаешь делать ошибки, уже не осознавая. Ну, единственный рецепт, в этом случае, просто прекратить полгода. Другого рецепта, я не знаю. Поэтому... Я понимаю... Ну, здесь, в данном случае, когда три таких ситуации за 12 лет, пожалуй, это, как говорится, нормально. Раз в 4 года там. Это немного. Я не знаю, не поделюсь. Секретарь, который там торгует больше 10 лет, скажет, что у меня не было каких-то серьезных посадок. Я этому не поверю. Рано или поздно бывают сбои. Ну, к этому надо спокойно относиться. Я тогда помню, ну, что я сделал. Ну, после полного счета, через какое-то время продолжил торговлю. Отбил потери и дальше начал торговлю. Главное оценивать, чем это было связано. Ну, приоценивать, потому что надо. Иногда отдыхать. Это бы иногда. Я понял вас. Ясненько. Спасибо, Юрий. Вы вошли в олимпийский режим такой. Раз в 4 года отдыхают. Понятно. Ну, классный режим. Мы всегда находимся, как только сделку открыл, все никакого, на постоянное напряжение. Ну, конечно. Начинаешь чувствовать себя нормально только тогда, когда все сделки закрыты. Я понял. Но это совершенно страшно касается, потому что даже если сделка открыл, ты наш 114, вы все равно будете заглядывать на это. Потому что цели, которые мы обозначаем, до куда цена дойдет, не факт, что она дойдет. И мне никогда не хочется, чтобы цена развернулась. Вы там месяц-другой следили за этой сделкой. И вдруг цена развернулась, и вы то, что ожидали. Ну, понятно. Поэтому нужно все время приходится посмотреть на монитор и так далее. И вручную просто закрывать, когда начинается разворот. До цены, до тейк-профита цена не дошла. Начинается разворот, надо просто вручную закрывать. Когда доходность будет гораздо лучше. Я понял вас. Спасибо. Ну, Джеймс Бонд пишет в этой связи. Я вообще решил перейти в инвесторы. Буду ждать начала тренда и входить на несколько дней. Вошел и выключил компьютер. И пусть прибыль течет. Как показывает анализ, это самые прибыльные сделки. Ну, вот только что Юрий на эту тему касался. Он говорит, что все равно заглядывать в терминал, так чтобы несколько дней не смотреть не получится. Потому что все равно, как бы, волнуетесь, естественно. Нет, ну, Игорь Иванович, когда мы вот даем, там, где стоит тейк-профит, то есть дохода цена дает. Никто ведь не делает анализа. На игру это вы, да, или где вы. Вы, да, вот, цену назначали, но никто не подводил анализ того, как часто вы не ошибались. В общем, в свой случай цена не доходит до того уровня, который мы называем. И надо просто посмотреть на рынок, как только начался разворот. Ну, значит, принимаем решение вручное. Ну, понятно. Алекс пишет, несколько дней. У меня месяцами стоит и нормально. Ну, не знаю, Алекс, это вы один такой. Это вы один такой. Юрий, спасибо вам большое за ваш рассказ по рынку, по текущей практике. Так, мы прижимаем вам хорошо отдохнуть и ждем вас в эфире через неделю. Спасибо, Игорь Николаевич. Всего удачи. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова